итак господа всем здрасте с вами как всегда я я тут в этом я вам вещаю вы оцениваете да и пишите вот там внизу комментарии обязательно друзьям и и подпишитесь не забудь так вот друзья мы это видео подтверждение моих пророческих слов потому что я буквально недавно сказал что китайцы поняв как сконструировать маленькую линзу для противотуманных фар начнут делать всяко-разно то есть появится прям вот интересных много много и всего то есть если раньше если раньше китайцы на базе вот этих полусферических линз там чего-то допихивали двухцветное трехцветное она работала с режимом поворотника там какие-то страшные вот эти всякие штуки были это было выглядело прям некачественно это был некачественный выглядело некачественно отваливалась чуть ли не каждый понедельник вот всякие ну если вот просто вспомните друзья то вот такие в принципе туманочки вот какие вот такие вот вот такие вот и тут вот пошло белое вот так там вот так белое там полоского короче вот всякого разного ну естественно из вот этих полусферических линз из стеклопластика пытались Выдавить и дальний, и ближний И поворотник, и желтый, и белый На разный уровень, короче, делали всякую Вот такую вот дичь Красивую, да Люди покупали и через месяц ехали За новыми, потому что чего-нибудь Да, отваливалось, либо отключали И пользовались тем, что оставалось И хватало на два месяца, но ничего Друзья мои, китайцы тоже не дремлют Китайцы развиваются И Они же сделали маленькую линзочку И вот на базе этой линзы Понеслась вещь хорошая То есть Вот такие вот штуки начали делать И скоро вот такого добра появится Ну практически под все российские Автомобили, то есть, во-первых Это маленькая линза, то есть мини-линза Мы уже смотрели, как она светит, и она светит Достаточно прикольно, Вестовскую туманочку Я вам показывал, Веста, Рено Стандарт, вот это вот все Помимо того, что это, в принципе, должно Светить не хуже, но четче, потому что Ну были там нарекания, что вот это Подслепливает, тут как бы и люди Виноваты Сами, потому что, ну блин, надо быть дураком Чтобы не понимать, что вот эта штука От того, что ты ее задерешь повыше Не будет светить дальше Она просто будет слепить, потому что Яркости не хватает Тут, в принципе, вот они скопировали Регулировочные винты, заднее металлическое Охлаждение, то есть вот это все Ребята скопировали полностью Воздухообменник, что здесь есть Что здесь есть, друзья Но, но, вот что мне лично нравится Раз они сделали компактнее Саму линзу, да, соответственно Нагрев будет меньше, потому что Ну там плашечка из, там, по-моему Четырех или шести чипов То есть как вот на лампочке Есть такой прямоугольничек небольшой Вот тут он один То есть если мы разберем, вот допустим Вот эту штуку То здесь под каждой линзой Сидит свой маленький чип Соответственно, эта вот вся поверхность Греется и плюс вот появляется Вот это вот запотевание Бывает, бывает, друзья мои Опять же, начинают подслепливать Из-за того, что начинают мутнеть Люди их начинают приподнимать Потому что они уже не светят так далеко Как светят в самом начале То есть вот здесь конструкция Это уже старая конструкция Но она до сих пор востребована Многие ее берут Опять же, 12-24 вольта И прочие всякие плюшки То есть на КАМАЗ, на 4-ку, на 15-ку На 10-ку, на 12-ку Вот это вот все оно, друзья Вот, и еще много куда можно Это дело приспособить То есть, в принципе, в бампер Какой-нибудь старый вот так поставили На саморезы прикрутили Отрепетировали и поехали Друзья, самая главная фишечка Вот сюда подрубить То тут ситуация, в принципе, плюс-минус То же самое Но до хрена всего уже можно напихать То есть, смотрите То есть, первое Здесь есть фишка То есть, вот, штатная обычная фишка Эта фишка включает вот этот вот глазок То есть, саму линзочку Это вот прям ровный, отсеченный, кайфовый свет Сегодня посмотрим Есть вот такой вот плюсик Который делает эту штуку рыжей То есть, вот эти вот Всякие штуки Мы сегодня тоже посмотрим Они активируются И становятся рыжими То есть, это можно использовать Как для поворотника То есть, у вас есть основной поворотник И еще туманка будет моргать Такая быш-быш-быш Класс Вот И для некоторых Эта приколюха Очень интересная В плане того, что это может работать Как дневной ходовой огонь То есть, очень много тачек У нас ездят И просили рыжие туманки Рыжий цвет в туманке То есть, люди делают американку Люди ставят рыжую габаритку Лампочку И вдобавок То есть, пожалуйста Подключаем И будет еще и тут рыжим светиться А когда надо Вы, соответственно, это все гасите Если все сделать грамотно И все У вас будет это отключаться Если хочется использовать Чисто как поворотник А допустим Хочется белый дневной ходовой То вот оно Еще один плюсик есть И здесь все загорается Беленьким, друзья мои То есть, именно есть функция Дневных ходовых огней Белая Есть функция Рыжих ходовых огней И можно рыжие подпитать Точно так же на поворотник То есть, в принципе Прям функциональненько Прикольно Здорово Выглядит это все достойно Друзья мои Вот эта внутренняя структура Под стеклопластиком Естественно Все это на 3D принтере Напечатано То есть, вот прям видно Что это 3D принтер Печатал Сделано красиво Я не вспорю То есть, черненькая Прикольненькая Светится красиво Сейчас покажу И, по сути Вот эта маленькая линза Это сейчас Ноу-хау, друзья То есть, вы получаете Классный, ровный Рубленный свет Не супер широкий Но, в принципе Широкий Потому что Маленькая линза И он умеет Светить вперед То есть, ну Функционально классно Опять же Напоминаю, друзья мои Что с вот этой штукой Что с вот этой штукой Перед установкой Обязательно Тянем пленкой Вот эту часть Потому что Это стеклопластик Это не стекло Затем Выкручиваем Один вот этот Регулировочный винт Снимаем рамочку И вот там вот По стыку металла И стекла Друзья мои Где вот этот стеклопластик С металлом соединяется Вот там вот Прямо по канту Замазываем герметиком Чтоб это не плыло И не потело Хотя воздухообменник есть И, в принципе Заявляет Что эта штука Может Может не потеть То есть Вроде бы как Просчитали Линзу очень хорошо Приклеили И должно все Вообще ходить Служить И горе не знать То есть Та вот штука Менее практичная И по ней нареканий больше Хотя в конце Уже Ну вот Ближе к сегодняшнему дню Ребята осознали Все косяки То есть Очень много герметика Кладут Туда Соответственно Термопасту Стали использовать Плату сажают К задней части К металлической Тоже довольно таки хорошо Ну и в принципе Именно прецедентов По запотеванию Практически нет Это устройство Новое Интересное Прикольное Посмотрим Как это все будет Ходить Служить Работать Естественно Есть гарантии И чуть оно Немножечко дороже Чем вон то Но тоже имеет место быть Так что Друзья мои Давайте посмотрим Как это светит Сравним одно с другим Посмотрим функционал Данного устройства И если нужно То обращайтесь У нас Вот там вот Внизу По всем ссылочкам Если необходимо И мы то естественно Подберем Так что вперед народ Давайте смотреть Как это дело Умеет или не умеет Светить Итак друзья Ну что Давайте разбираться Значит у нас Есть вот такая Есть вот такая И вот кто из них Будет лучше Круче И функциональность Сначала посмотрим Вот эту Нашу стандартную Как она светит И потом будем Сравнивать уже С новинкой Итак друзья Ну что же Давайте смотреть Как светит Туманочка На 7 линз Ну в принципе Прям очень даже Неплохо Господа То есть Чисто как Туманка Вот эти линзы Полусферы Вперед свет Да вот Кладет Настраивать вот так Вот не надо Это будет слепить То есть в принципе Хорошо То есть от одного Источника света Понизу достаточно Широко И все вперед В принципе Круто Теперь давайте Посмотрим Нашу новинку Итак друзья Ну что же Первый функционал Вот такой Дневной ходовой огонь Ярко Прикольненько Беленьким светит Красивенько Да У нас есть Второй режим Вот такой вот Второй режим Ребят у нас есть То есть это вот Рыжие Кому нравится Американочка Вниз добавить Вот такая вот штука Либо использовать Это как поворотник Внизу в самих туманках Это второй режим Ребят Ну и теперь Третий Который Сама туманка Прикольненько Я что хочу сказать Друзья Вот эта штука По ширине Светит абсолютно Точно так же Как 7 линз Ну может быть Не настолько Прям кардинально Шире Потому что Линза маленькая Но очень круто Светит Именно вот Прям вперед Обочину Подсвечивает Прям здорово Блин Какая прикольная Штука Но при этом Свето-теневая Граница Четче Поверхность Свечения Меньше И блин Она не сильно Уступает Она прям Даже ярче Ребят То есть Именно Насыщенность Светового Потока От вот Этой штуки Гораздо Гораздо Круче Причем Блин Прям вот Смотри Ну вот Обочину Да Вот так То есть Если мы Развернем Основной Свет В сторону А Александр Покажет Прям на ворота По прямой То мы Наверняка Увидим Что есть Вот Отсвет Именно Если боком И соответственно Вот здесь Точно так же Вот он Отсвет Есть То есть Туманка Светит Очень широко На этой Маленькой Компактной Мини линзе Блин Так Теперь давайте Александр Туда Вот у нас Есть площадка Ребят Достаточно Большая И давайте Посмотрим Насколько Круто Умеет Светить Мини линзу Да Да Прикиньте Таких Две Туманки Блин Ну десятки В принципе Уже Свет Основной Нафиг Не нужен Четырка Точно так же То есть Блин Просто космос Вот Вот это Поставить В совокупе Там На четырнадцатую С нормальными Неплохими Даже компактными Лампами Светодиодными Это просто Вообще Безумие Это Это Очень крутой Свет Именно для Противотуманных Фар И даже если Вот я Пониже Присяду Пониже Мы спустим Источник Света Именно для Вот Так скажем Ну пародии Как оно должно Стоять Да То есть Именно вот так Блин Очень круто Очень ярко Очень много света Вы будете Безумно довольны Давайте Подводить итог Итак Господа Ну что Хотелось бы сказать В окончании Данного Видеоролика Ну во первых Вот это На мой взгляд Светит Круче То есть Это новое Веяние Это Новая эпоха Новый виток Развития Светодиодных Компактных Технологий И я больше чем Уверен что На вот таких Мини линзах Сейчас будет Появляться Очень Очень много Всего Соответственно Точно так же С поворотниками С дневными И всякой штукой Ребят И я надеюсь Это будет И функционально И надежно И прикольно Вот эта штука Старая То есть Уже все Ребят То есть Когда-то Это было Вау Мы все Там Пищали Тут Люди Там 9 линз Пытались Запихнуть Или сколько Там 7 Плюс 3 10 Вот 10 линз Сюда Запихивали Там еще Целую кучу Там Ближний Дальний Ну Вот это Вот все То есть Тут Ближний Дальний Проще Будет сделать Там Шторку Просто Поставить Сделать Чуть Чуть Дороже И при этом Будет и Ближний Дальний Свет Вот тут А вот Это Уже Прошлое Друзья Да Оно Приемлемо Да Оно Дешевле Да Его Поставил Штатное Место И оно Светит То есть Оно Прямо Зарекомендовало Себя Но Вот это Уже Новые Технологии Ребят То есть И много Функциональность И яркость И качество Света И по ширине Не сильно Уступает Вот этой Теме Если Сомневаетесь Естественно Скриньте Видео Переходите Там Смотрите Сравнивайте Но Мне вот Это Уже Нравится Больше То есть Китай Сейчас Пришел К тому Что Можно Сделать Количество Чипов Меньше Получить Свет В принципе Такой же Площадь Свечения Уменьшить За счет Вот Одной Нормальной Более Менее Линзы И Какая здесь Площадь Свечения Забрызгали Грязью Даже Где нибудь Начинает Немножко Вот это Подслепливать Здесь Площадь Свечения Гораздо Меньше И В принципе Засрать Вот эту Маленькую Поверхность Будет Крайне Тяжелее Чем Вот Такое Поэтому Это Будет Даже Меньше Слепить Опять же Друзья Мои Настраивайте Этот Свет Не надо Верить В то Что Это Там Переплюнет Ближний Или Должно Светить На уровень Ближнего Нет Это Туманки Это Классные Мощные Туманки Которые Умеют Прям Именно Светить Да Это Свет Круче Это Свет Проще Но Они В любом Случай Могут Светить И Могут Слепить Поэтому Относитесь К своим Световым Приборам С уважением И тогда Люди На встречке Вас Тоже Будут Уважать Друзья То есть Надо Уважать Друг Друг Поэтому Вот Эти Туманки Настраиваем Под Ближний И В принципе Существуют Уже Технологии Когда Ближний Светит Вот Допустим Вот Так А туманка Должна Светить В половину Расстояние Между Соответственно Ближним И землей То есть В половину Отмеряете И Пополам Соответственно Должна Светить Туманка Метров Там С пяти К примеру По хорошему В принципе Поставили Отрегулировали Светят В пол Чуть-чуть Приподняли Поездили Посмотрели Никто не моргает Можно еще Чуть-чуть Приподнять Моргнули Соответственно Чуть Отпустили И вот Таким Вот Старым Дедовским Методом Можно Поднастроить Чтобы Никому Не мешать Потому что Ну Вот Эти штуки Умеют Мешать То есть Мы видим Они Яркие И Представьте Что Это Будет Светить Людям В глаза Это Будущее Точнее Это Настоящее Будущее В ближайшее Время Это Уже Прошлое Друзья Ну Вот Просто Хотелось Сравнить Специально Для вас Что Выбрать Решайте Сами Более Доступное Более Качественное Более Интересное Поэтому В будущем Мы увидим Еще Целую Кучу Там Всяких По 2 По 3 По 4 Линзы Уже Вот Таких Вот Ну Допустим Сюда Можно 2 Разместить Это Будет Шире Круче Ярче Поэтому Ждем Друзья Мои Обновлений Всего Нового Всего Интересного Всем Спасибо Пока До новых Встреч Ребят И Естественно Не забудьте Не забудьте Я вот Галочку Держу Не забудьте Друзья Вот там Подписаться Оставить Свой Комментарий И Естественно Поставить Нам лайк За нашу Работу Всем